В Бурятии потушены все лесные пожары, однако доступ в зелёный массив пока запрещен. Ягодников и грибников обещают пустить в лес через неделю. Какие ещё новости принёс этот день, расскажут корреспонденты телекомпании Оригус и я, Лариса Иринцева. Сенбайна, здравствуйте, это Восточный экспресс и сегодня в выпуске. Неожиданный провал или политическая многоходовка. Возможные последствия выхода из игры Вячеслава Мархаева, выяснял Сергей Соголов. Трудности проездов и переходов. Что мешает людям передвигаться нормально, увидел дежурный по городу. Я хочу ходить. Одна операция отделяет маленькую Лану Денку от полноценной жизни. Как помочь ребёнку? Смотрите в рубрике «Беда чужая не бывает». Теперь и во всём более подробно начнём с главного. В Бурятии дан старт избирательной кампании. Претенденты на пост главы республики сегодня получили удостоверение кандидатов. Однако в числе тех, кому избирком вручил заветный документ, нет Вячеслава Мархаева. Кандидат от КПРФ выбыл из предвыборной гонки. С чем это связано, попытался выяснить Сергей Соголов. Изначально стать главным лицом Бурятии изъявили желание шесть человек, но документы в срок в избирком подали четверо. Причём команда Мархаева была одной из первых претендентам. Предстояло заручиться поддержкой как минимум 216 муниципальных депутатов. 30 из них обязаны были быть районного уровня. Избирком проверил все поданные документы и отказал в регистрации одному претенденту. Идя по букве закона и по практике, мы с вами фиксируем на сегодня о том, что у кандидата Мархаева сегодня 221 подпись общего количества, 29 от районных, которые являются недостаточны. Решение принято. Мархаев Иванович отказан в регистрации кандидата. Политологи и журналисты не исключают, что провал был спланирован. Слишком много странностей со сбором подписей для КПРФ, где бумажная работа всегда была на высоте. Лично для меня кажется странным. Но даже если она получилась случайно, для Вячеслава Мархаева это такой хороший вариант остаться в большой политике. Удержаться в большой политике подчеркивают другие политологи. По их мнению, у Мархаева были неплохие шансы борьбы с Наговицыным. Но с появлением нового игрока шансы сенатора от Иркутской области резко сократились. Я уверен, что если бы Мархаев вышел против СССР на выборы, то Мархаев набрал процентов 15. И надо бы все эти выборы кончились. А сейчас у Мархаева есть прекрасная возможность в течение следующих 5 лет везде говорить, что на самом-то деле он, наверное, победитель. На самом деле он бы, наверное, победил. Но вот не дали нехорошие люди. Не исключено, что статус политического мученика выгоден коммунистам, чтобы реваншироваться в следующих выборах. Возможно, они решили перенаправить все силы, а главное средство на хуральские выборы в следующем году. Говоря о нынешней выборной кампании, важным вопросом остается явка избирателей. Ведь люди политическим баталиям могут предпочти борьбу за урожай. Сергей Соголов, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». Далее. Боевые машины в городе. Фотографии и видео военной техники на улицах Улан-Удэ заполнили сегодня соцсети. Колонны попали в объектив видеокамер на улице Революции 1905 года и по пути в микрорайон Восточный. Этот внезапный парад – официальная проверка боевой готовности сил Восточного военного округа. В ней участвуют не только наземные войска Бурятии и Забайкалья, а также авиационные части военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. В самых масштабных учениях года примут участие около 8 тысяч военнослужащих, 50 самолетов и вертолетов и более 3 тысяч единиц техники. Двустороннее командно-штабное учение пройдет на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Будет проведена передислокация воинских частей на полигон Цугол с использованием железнодорожного транспорта и в составе механизированных колонн. Также будут отработаны действия мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений в обороне и наступлении с выполнением упражнений боевых стрельб из вооружения, танков, боевых машин пехоты, артиллерийских систем и стрелкового оружия по различным типам мишеней. Военные отрабатывают и оперативное развертывание комплексов «Искандер». С их помощью выполнят учебный боевой пуск по объектам, имитирующим важные наземные пункты условного противника. Между тем, тяжелая техника сильно рискует. Ездить по дорогам у Лан-Удэ дело опасное, ведь земля часто уходит из-под ног. Жалобы на дорожные ловушки поступают в нашу редакцию из разных районов города. Некоторые из них сегодня увидел и дежурный по городу. Идешь себе, идешь, и тут прямо на дороге появляется она. Вот такая яма возникла на пути у жителей по адресу Ключевская, 22А. Вот она появилась буквально позавчера. Мы с другом наехали на кочку, хотели объехать ее, но не заметили вот этого. Чуть не улетели. Какие осадки тут были, все туда бегут. Я вот, например, лично ожидала. Мы всегда ем, ну когда-то провалится. Неоднократно говорили ЖЭО по этому поводу. Вот она не там. Наконец-то мы дождались, чтобы вот это все обвалилось уже. И, судя по характеру почвы, яма явно может стать больше. И ограждения в виде ленточки вряд ли уберегут кого-то от падения. Особенно в темноте. Ну а это последствия бездумного благоустройства. Иначе не скажешь. Вот такие ямы появились во дворе 43-го дома по улице Октябрьская. Аккурат после ремонта. Их здесь несколько. Нам осенью благоустраивали заднюю сторону двора. Но весной произошла аварийная ситуация. И водоканал начал искать колодцы свои, которые осенью были все закатаны в асфальт. Мы писали бумагу в мае месяце, в начале мая на эталонные. На что, значит, уже четвертый месяц ответов никаких мы не получали. Все это заволокичивается. Они не только мешают проезду машин и проходу пешеходов, но и просто портят внешний вид. Вода никуда не уходит, поэтому ямы постепенно превращаются в болото. И это болото наводит на мысль, что под землей не все в порядке. Настоящий подземный тоннель появился на парковке одного из торговых комплексов. Прямо в центре города. Скорее всего, обвал произошел по вине ливневки. Она находится буквально в метре от дорожной ловушки. Удивительно, что никто еще не пострадал. Внимание водителей и пешеходов мы постараемся привлечь хотя бы простыми подручными средствами. Но также обязательно найдем ответственных за эти ямы и потребуем их устранить. Ну а если и вы не можете решить проблемы своего двора самостоятельно, обращайтесь к дежурному по городу. Приедем и поможем. Сержант Мердегеева, Батр Халматов, телекомпания «Оригус». Тем временем в Лан-Удэ продолжается ремонт дорог. Сейчас городские власти призывают потерпеть жителей микрорайона Южлак, Тольцы и Спирзаводской трассы. Начались работы на участке от железнодорожного переезда до нулевого километра Заиграевского района. В этом году подрядчики МВ-групп отремонтируют полотно до въезда в Южлак. В 2018-м завершат второй этап до границы с Заиграевским районом. Пока движение по указанному участку не ограничено, хотя подготовительные работы уже начались, срезан грунт, расширяется проезжая часть. Но вскоре здесь установят запрещающие знаки. Напомню, работы ведутся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Цена контракта на этом объекте – 230 миллионов рублей. Срок выполнения до конца 2018 года. Это была первая часть выпуска. Смотрите далее в программе. Регулярные пожары на свалке. Кто должен устранить пожароопасную ситуацию, выясняла Янина Немаева. Работа по совместительству с неполным рабочим днём временная. Какие вакансии самые популярные на рынке труда сегодня, решила спросить Ольга Арсунукаева. Кому в Бурятии повезет больше, если в доме начнется пожар? С конкурса огневорцев Артемий Ушаков. Задыхаемся в дыму. Жители посёлка Эрхирик жалуются на регулярные пожары. Горит несанкционированная свалка. За несколько лет она разрослась до полигона и вплотную подобралась к жилым домам. Янина Немаева выясняла, почему проблема не решается. Пищевые, бытовые отходы, строительный музор. Всё копится здесь уже несколько лет. Вблизи села Эрхирик несанкционированная свалка. И уже в промышленных масштабах. И дело даже не в размерах, дело в угрозе. Здесь регулярно происходят пожары. Пожары вблизи населённых пунктов. Это видео за час до нашего приезда снял местный житель. Дети бегают, кричат, дышать нечем. Дым этот весь чёрный подымается, пластмасса. А ночью вообще спишь, думаешь, эти бумаги бы не прилетели бы и не сгореть бы. Свалка тянется почти на 500 метров в одну сторону и столько же в другую. Это пять футбольных полей. Мусорный вопрос должен был решиться ещё три года назад, когда суд обязал поселковую администрацию ликвидировать свалку. В итоге работы ежегодно откладывали до сентября 2016 года. Свалка была всё-таки ликвидирована по информации приставов. И приставами была принята как исполненная. Но то ли исполнили плохо, то ли намусорили быстро. Но весной 2017-го она снова возникла. Тогда администрация Заиграевского района пошла по иному пути. Включила свалку в реестр несанкционированных. Для регионального оператора это реестр. Ждём, когда он придёт и будет убирать эти свалки. А получается, что своими силами нет возможности бороться? Поселения борются, район борется с свалками. Их много. И средств не всегда хватает, чтобы их убрать. Поэтому и надеются на регионального оператора. За 270 тысяч тонн ежегодных отходов в республике должны будут убирать 4 компании. Те, кто пройдёт по тендеру. Конкурс объявят в декабре. А пока, видимо, жителям остаётся самостоятельно решать непростую задачу. Мусора тут валют. Вообще в наглую. Вот приезжает, ну что, ромка, ладно. Он какую-то вывеску нашёл. А его возят и возят. Только уберёмся. Ну да. Беспредел, короче. По закону следить за территорией должен собственник участка. В данном случае это не только администрация добатуйского поселения, но и частное лицо, которое планирует в карьере добывать полезные ископаемые. Вопрос стимуляции остаётся за надзорными органами. Енина Немаева, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Безработных в Бурятии становится меньше. Официальная цифра сегодня чуть больше пяти с половиной тысяч человек. Но, несмотря на это, республика вошла в десятку регионов с высокими показателями безработицы. Так легко ли сейчас найти подходящую работу? И почему соискатели вынуждены адаптироваться под запросы рынка труда? Ответы искала Ольга Арсунукаева. Более 20 человек на место. Конкурс на юридический факультет и в этот год самый большой. Я с детства хотела быть юристом. А вы знаете, где будете работать? Пока не знаю, не могу отец. А почему именно на юриста? Потому что у вас требованные профессии. Вы считаете, что она востребованная? Да. Не знаю, на юридический надо. А почему именно на юридический? Да так чисто. Нужно образование. Каждый год из вузов выпускаются сотни специалистов. Но в базе данных центра занятости сегодня всего одна вакансия юриста. И та с большими требованиями. То есть работодатель хочет видеть у себя на работе. Естественно, рабочих в сфере строительства с высокими разрядами. Стропольщики, арматурщики, каменщики, бетонщики. У нас очень много требуется врачей, медсестер, лаборантов. То ли спрос не соответствует предложению, то ли предложение не заманчивое. Вот и Аюр пять лет получал образование физико-информатика. Но работу по профессии не искал. Диплом отложил на дальную полку. Я занимаюсь тайским мороженым. Я обратился уже к специалистам центра занятости. В составе бизнес-план, пройдя защиту перед комиссией, я получил субсидию в размере 58-800. Это был такой толчок для начала своего дела. За последние полгода по следам Аюра последовало две сотни человек. Для новых предпринимателей республика не пожалела 15 миллионов рублей. Более тысячи человек прошли переобучение. Трехмесячные курсы незамысловатого направления. Менеджеры, парикмахеры, кассиры. Еще одно популярное направление – общественные работы. В основном оно востребовано, конечно, в сельских территориях, где все-таки недостаток рабочих мест. Там мы организуем такие временные рабочие места. Таковы запросы рынка. Инженеры и экономисты сегодня на заднем плане. А какую работу ищут сами горожане? Водитель. Вам уже что-то предлагали? Ну, конечно. И что, не устраивали варианты? Возраст не подходит. Любую какую-нибудь работу, чтобы ребенка обеспечиваться. Предлагали торговые магазины, славиотех, Вегасэм. А вы кто по специальности? Ну, вообще вы продавец. И давно уже в центре занятости стоите? Давно уже работаете? Да нет. Сколько? Я уже, получается, с мамис. В основном у нас трудоустройство все идет. Это бузные, это закусочные, парикмахерские, торговли. Представители промышленных профессий, они плавно перекочевали в этот сектор. Мы, с одной стороны, сталкиваемся, скажем так, непрофессиональным подходом под бывшие учителя, которые работают сейчас продавцами. Получается, вот этот перекос, в связи с тем, что у нас вся система подготовки, она, в принципе, так же и работает, штампует опять же те же самые все эти профессии. Впрочем, отказаться от вузовской и сузовской подготовки тоже не вариант. Надежда на экономическое процветание еще живет. Но в поисках теплого места под солнцем это самое место люди готовы поменять. Согласно данным аналитического центра Headhunter, больше 40% соискателей готовы уехать из Бурятии. Ольга Арсунукаева, Виктор Горновской, телекомпания Оригус. Открыть свое дело или прокачать бизнес молодым предлагают попробовать свои силы в самозанятости. В Лануде стартовала программа обучения «Ты предприниматель». Принять участие в ней могут люди в возрасте до 30 лет. Уже полмиллиона молодых россиян прошли обучение по программе «Ты предприниматель». 16 тысяч открыли свой бизнес в 59 регионах страны. В Бурятии программа действует второй год. Чтобы стать участником, достаточно пройти тест на сайте роспредприниматель.рф. Займет он не более получаса. Отчего зависит ваш успех, как вы относитесь к мнению окружающих. 200 вопросов определят, есть ли у участника предпринимательская жилка. Или ему ближе творческие профессии. Характеристики высылают на почту. В прошлом году Жаргал был волонтером программы. В этом решил поучаствовать сам. У него пока нет бизнес-проекта, но это не мешает ему стать участником. Я снижу свои риски при открытии своего дела, так как я буду учиться у уже опытных менторов, а их всегда в жизни не хватает. И как бы они передадут мне свой опыт. Участвовать могут и те, у кого уже есть бизнес, и те, кто только собирается открыть свое дело. Обучать их будут практикующие бизнесмены России Бурятии. Во время тренингов участники обзаведутся деловыми контактами, найдут единомышленников и партнеров. Уже к сентябрю выпускники программы «Ты предприниматель» должны реализовать 55 новых стартапов. В рамках этой программы мы будем обучать молодежь навыкам ведения бизнеса. И первая тема самая – это будет определение бизнес-идей для создания стартапа и отбор наиболее эффективных этих идей. Дальше – это команда образования, бизнес-планирование, финансы. Там всего примерно 15 тем. В рамках бизнес-сейшена пройдут презентации образовательных программ и молодежных стартапов Бурятии. Для тех, кто уже определился с идеей, организуют сбор средств на реализацию. Пройти тестирование и представить свой бизнес-план можно на неформальной встрече. Она состоится 28 июля в Республиканском бизнес-инкубаторе и 29 июля в развлекательном центре «Зет-Клаб». Ирина Эрмиль, Вероника Рыльская, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Другим темам – поставить ребенка на ноги. Об этом уже 11 лет мечтает жительница Улан-Удэ. Женщина одна воспитывает троих детей у старшей дочери ДЦП. Девочка не ходит, однако ситуацию можно изменить. О том, что вместе мы можем сотворить чудо, в рубрике «Беда чужой не бывает». Она родилась недоношенным ребенком, что у врачей никаких надежды не было, но тем не менее. Как говорится, вопреки всем, девочка моя выжила. А сколько я где-то, сколько было, наверное, полгода было, диагноз поставили ДЦП. Три года она начала ползать, только ползать начала. А так все сидела. Ездили в профилактический санаторий. Саша, конечно, в ванной массаже, это все процедуры делалось. На самом деле ничего ей не помогает так сильно. Эта дочка моя узнала, что приезжает профессор китайский. Свозила ее. Ну, он сказал, что, в общем, надежда есть, ходить может после операции только. На операции нам сказали, что 100 тысяч деньгами нашими. Любознательные, учатся хорошо. Вот это, вот она сама вот по картинке бисеры все налепила. Одна мать их воспитывает. На одну пенсию живут они, вот на ее пенсию. Трое детей, отца нет. Есть братишка, который нынче закончил первый класс, пойдет во второй. И есть сестренка, которая 4 годика. И они вот все время стараются вот ей помочь ей, где принести, подать ей что-то. Вы сами понимаете, дальше больше ей очень тяжело придется. Моя мечта, чтобы моя внучка встала на ноги. Вот и надеемся, что, может быть, люди останутся небесердечными, откликнутся, помогут. Потому что нам не в силу такие деньги собрать. Нам надежду дали, и мы ей внушаем. Доча, если что-то получится, поедем. И мечтаю ходить. И пламя остановит, и в горящую избу войдет. Лучший пожарный караул года выбрали в Бурятии. Один из самых почетных титулов в рядах МЧС огнеборцам присваивают по итогам республиканских учений. Что должен знать и уметь лучший спасатель, расскажет Артемий Ушаков. Три минуты в задумленной комнате, и шансов на спасение человека нет. А за 10 минут почти полностью сгорит деревянный жилой дом. Потому пожарные части распределяются так, чтобы время их прибытия на место бедствия сократилось до минимума. А каждый спасатель просто обязан этому способствовать. Сбору выезд по тревоге дается одна минута. Вот прозвенел звонок, одна минута дается. Здесь на соревнованиях делает быстрее, естественно, за 30 секунд. Самый худший результат был 35 секунд. Спасатель должен уметь пользоваться штурмовой лестницей. Она нужна почти на каждом пожаре, где огонь уже отрезал людей от выхода. Но работа всего караула видна именно при тушении. Как единое целое работают сразу пять человек, включая водителя. Расчет должен найти водоем, подключиться к нему и одновременно развернуть рукава. На соревнованиях это удается не всем. В реальном времени действую совсем по-другому. Там фактор, там людей спасать, как говорится, надо. Здесь тренировки, поиск на отработку нормативов, поиск на спать. Ну, конечно, стараешься выложиться на всю. И все же основная задача соревнований – повышение мастерства огнеборцев. Лучшей из 17 команд в республике в этом году стала пожарная часть номер 56 – город Улан-Удэ. Все нормативы они выполнили за 1 минуту 15 секунд. И теперь будут представлять Бурятию на конкурсе в Сибирском федеральном округе. Артемий Шаков, Виктор Немайев, телекомпания «Аригус». Улан-Удэ встречает звезд балета. В столице Бурятии пройдет первый байкальский танцевальный фестиваль. Будут звучать громкие имена и исполняться знаменитые партии. Кого ждать и как готовятся артисты, узнавала Елена Доздорова. Они вновь вернулись в эти стены спустя годы после выпуска. И вновь репетиция. На этот раз готовят первый байкальский танцевальный фестиваль. Он пройдет с 3 по 6 августа. На сцену выйдут танцоры из Бурятии, Москвы, Санкт-Петербурга, Словакии и Кореи. Все они когда-то начинали свой путь в Бурятском хореографическом колледже. Приезжая сюда, я становлюсь как будто снова ребенком. Вот сегодня зашел в училище. Было ощущение, как будто меня сейчас кто-то наругает, потому что мы немножко опаздывали уже. Было ощущение, как будто сейчас выбежит кто-то из педагогов и скажет, почему опаздываете? Ну вот как-то так. Иван Аскорбин уже успел покорить сцены Новосибирска и объездить с выступлениями полмира. Сейчас солирует в Мариинском театре. Набираться сил каждый год приезжают на Малую Родину. Только вот с гастролями здесь впервые. И раз, и два, и три, и четыре. Эти люди много добились в своей жизни, в карьере, а о них никто не знает у нас в республике, поскольку они работают по всему миру, они в других театрах работают. Я подумал, что надо эту несправедливость исправлять. Организаторы приглашают на фото-выставку «Байкал Дэнс Фото» в театре оперы балета. А 4 августа там же пройдет главное событие фестиваля – гала-концерт. Режиссером и ведущим станет народный артист России Андрей Слиепа. Зрителю видят не только балет, но и современную хореографию. Хотя экспериментируют и с классикой. Например, Иван Аскорбин вместо привычных по ДД обещает любителям балета трио. Вместе станцуют Али, Конрад и Мидора из балета «Корсар». Инна Сапитонова, Елена Доздорова, Виктор Грановский, телекомпания «Аривус». И в конце выпуска достижения бурятских спортсменов. Наши вновь на педесталах крупнейших соревнований по борьбе, гиревому спорту и стрельбе. Об этом далее коротко. Бронзовую медаль сурдлимпийских игр в городе Самсон завоевал бурятский борец Александр Цактоев. Спортсмен выступил в весовой категории до 74 килограммов. В борьбе за второе место уступил спортсмену из Грузии. И разделил третью ступень педестала почета с представителем Монголии. Ученик девятого класса кяхтинской школы Роман Якушев стал чемпионом Европы на состязании гиревиков в Ирландском Уэксфорде. Соревнования проходили с 20 по 24 июля. 15-летний спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 58 килограммов. Почетное пятое место занял стрелок Александр Кондрашин на чемпионате первенства Европы. Соревнования проходят в Баку в пятерку самых метких. Среди юношей борецкий спортсмен вошел 22 июля в категории пневматический пистолет 10 метров. Личных побед и больше хороших новостей желает вам служба информации телекомпании Оригус. Это была программа Восточный экспресс. Я напомню, что все новости можно узнать на нашем сайте по адресу origus.tv, а также на страницах телекомпании в соцсетях. Спасибо за внимание. До свидания. Байртенухат.